Всем привет! Вы на канале ITVDN. И с вами свежие новости от компании Microsoft. По многочисленным просьбам пользователей, новый браузер от Microsoft под названием Microsoft Edge будет поддерживать открытый формат мультимедиа WebM. Такое заявление сделала компания Microsoft в начале сентября. WebM в свое время был создан компанией Google на основе видеокодеков VP8 и VP9, аудиокодека Warbis и медиа-контейнера Matroska. И он имеет открытый исходный код. MyStudyLife – это простой кроссплатформенный календарь, разработанный специально для учащихся и их преподавателей. Календарь MyStudyLife доступен бесплатно в браузерной версии или виде приложения для вашего планшета или смартфона. Оно простое в использовании. Войдите в систему, используя адрес электронной почты, рабочий или учебный аккаунт Office 365, данные Facebook или Google, а затем настроите свой календарь. Первым делом укажите даты начала и окончания учебного года, имя преподавателя и номер аудитории, в который вы собираетесь учиться. Вы также можете добавить информацию о необходимой домашней работе или экзаменах. В календаре отведена страничка под выходные и каникулы, так что вы можете планировать все в одном месте. Компания Microsoft и LabLink предложили владельцам компьютеров с Windows XP, Vista и 7 бесплатный инструмент для переноса настроек и файлов на новый компьютер под управлением Windows 8.1 или 10. С его помощью процесс миграции в Windows 10 значительно упростится. Достаточно установить приложение LabLink PC Mover Express на оба компьютера, старый и новый, проследить за тем, чтобы они были подключены к одной локальной сети и включить передачу данных. Интерфейс программы полностью переведен на русский язык, так же, как и руководство пользователя. PC Mover Express позволяет перемещать только личные данные пользователя и системные настройки. Для переноса приложений придется приобрести более функциональную, профессиональную редакцию программы. Перенос файлов и настроек с одной системы на другую на одном компьютере пока что не поддерживается. Бесплатная лицензия на программу будет действовать с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016. Microsoft добавила в интерактивный помощник Cortana Windows 10 возможность перевода введенного текста. На данный момент она доступна в версиях ассистента для США и Китая. Однако, доступная для перевода языки не ограничивается английским и китайским. Данная возможность основана на технологиях, которые используются в собственном приложении переводчики от Microsoft, известном как Translator. С новой функцией Cortana сможет переводить слова, фразы и целые предложения на 38 языков, включая даже вымышленный, клингонский, который использовался во вселенной «Звездный путь». Для запуска перевода необходимо произнести или ввести с клавиатуры соответствующую команду. Это были все ключевые новости на сегодня. С вами были Оля, Рома и вся команда ITVDN.